Приветствую вас на канале приоритет с юристами. В этом ролике мы поговорим о том, как происходит оформление самозахвата через суд. Так или иначе, моя деятельность как юриста напрямую связана с недвижимостью. Кто давно меня смотрит, знает, что я активно сопровождаю сделки с недвижимостью, провожу проверки, участвую в судах и так далее. В общем, очень плотно связано с недвижимостью, поэтому берусь высказывать свою точку зрения о разных ситуациях. Так вот, в этом ролике мы поговорим об оформлении самозахвата через суд, без споров с соседями. Помимо споров между соседями, практика изобилует исками собственников земельных участков, которым было отказано в Росреестре, в регистрации самозахвата, даже при наличии всех необходимых для этого документов. Основанием для оформления самозахвата, помимо документов на выделение земли, будут результаты межевых работ и отсутствие претензий соседей по смежным границам, а равно подтверждение существования границ более 15 лет. Так, в одном моем деле Росреестр приостановил осуществление кадастрового учета участка, в связи с тем, что в межевом плане были указаны обоснования, существование земельного участка в указанных границах 15 более лет и увеличение площади земельного участка. Собственницу участка это не устроило и мы обратились в суд, указав, что представили в Росреестр заявление о государственном учете изменений земельного участка, приложив к нему межевой план. В иске просили возложить на административного ответчика в деле обязанность осуществить кадастровый учет изменений участка, то есть увеличить площадь основного участка за счет самозахвата. Суд принял во внимание, что в целях уточнения фактического местоположения участка кадастровым инженерам были проведены кадастровые работы, по результатам которых установлено, что фактическая площадь участка больше площади указаны в правоустанавливающих документах. В заключении кадастровый инженер указал, что местоположение границ спорного участка определено по фактическим границам, то есть существует на местности более 15 лет, обнесено деревянным забором. Было установлено, что СНТ Родник существует с 1992 года. Проект организации и застройки территории СНТ отсутствует. План СНТ Родник включен в состав межевого плана, использован как вспомогательный справочный материал, поскольку в нем нет сведений о координатах поворотных точек границ, длины линий и так далее. Материал межевого дела содержит полное описание границ поворотных точек участка, что позволяет определить его границы. Фотоплан местности, подтверждающий фактическое местоположение. Согласование с собственниками смежных участков проведено, разногласий по границе не имеется. Из справки председателя СНТ следует, что увеличение площади участка произошло за счет земель общего пользования СНТ. Споров по границам не имеется. Резюмируем спор. Суд пришел к правильному выводу, что истец имела право уточнить границу участка, который находится у нее в собственности, путем проведения межевания. В Росреестр представила все необходимые для учета изменений документы, оформленные в соответствии с законодательством. И суд заставил Росреестр осуществить кадастрый учет таких изменений. Вывод. Самозахват теоретически можно оформить также и через Росреестр, если нет споров с соседями. Но практически оказывается опять через суд. Только оспариванию будет подвергаться уже отказ Росреестр внести уточнение границ в кадастровый учет. Какие же выводы в целом можно сделать? Первое. Оформить самозахваченную территорию можно и даже не очень сложно. Но для этого одновременно должны быть соблюдены следующие условия. Земельный участок был когда-то выделен и на это есть соответствующие документы. Границы не должны быть установлены, то есть не было межевания в свое время. Точные границы ни из каких имеющихся документов установить невозможно. Нет спора с соседями относительно границ смежных участков. Границы в имеющемся виде существуют уже более 15 лет. Самозахваченный участок небольшой и не превышает минимальных пределов на местном уровне. Обычно это 4-6 соток. Второе. Если же одного или всех вышеперечисленных фактов не имеется, это не означает, что ничего сделать нельзя или что спор зайдет в тупик. Вероятно всего потребуется землеустраительная экспертиза, возможно и не одна. И спорящим придется как следует на это потратиться. Но спор разрешится. Правда не обязательно в пользу истца. Третье. Если межевание земельного участка было произведено, документы с границами имеются, то захватить еще удобные сутки, а потом оформить самозахват не получится. Нельзя это будет сделать и в случае, если самозахваченный участок никак претенденту на него не выделялся. Ни в части, ни по границе с ним. Вообще никак и ни в каком праве. Четвертое. Указанная возможность оформления самозахвата не означает, что можно сейчас захватить любой кусочек земли и потом идти в суд, доказывая, что уже 15 лет как случайно пользуетесь им. И вот решили оформить собственность. Подобный самозахват оформить нельзя. Хотя если никто из соседей или муниципальных органов не выступит инициатором спора, по сути таким участком можно будет довольно долго пользоваться. Особенно если участок в сельской местности или на краю СНТ. Россия большая и факта пользования лишними метрами земли никто и не заметит. Пока эти метры не понадобятся кому-либо другому. И пять. Не стоит также забывать и про возможность вполне законным способом получить интересующий кусочек земли. Например, купить его, выкупить, получить долгосрочную аренду или безвозмездное пользование. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!